Как-то в разговоре с гостями за нашим субботним столом упомянулось имя Ехиила Михала Карфункеля, еврейского ортодоксального мультимиллиардера, входящего в сотню самых богатых американцев, таких, как он, даже иногда называют ультра-ортодоксальными, но я не знаю, что это слово означает. Тут же кто-то высказал недоумение. Как верующий человек может быть таким богачом? Он же должен проводить все свое время в религии, а не в бизнесе. Если он такой крутой бизнесмен, значит, он не по-настоящему религиозный, ответил другой гость. Видите ли, религия религий, а не что человеческое даже религиозным не чуждо, сказал третий. Все эти высказывания мне напомнили, насколько евреи, выросшие в светской среде, могут оказаться зашоренными даже от базового понимания иудаизма. Также это мне напомнило, насколько светская культура смогла изолировать себя от контакта с другими какими-либо мировоззрениями, отличающимися от того, во что они верят. В некоторых и многих современных идеологиях деньги – это необходимое зло. В сегодняшнем мире эта идеология опирается на написанное основателем либерализма, британским философом Джоном Лаком. Карл Маркс шагнул еще дальше. Деньги – это зло, но совсем не необходимое. Их нужно упразднить. Капиталистические идеологии же согласны, что деньги – это орудия жадности, но верят, что эту жадность можно использовать во имя блага человечества. Стремясь обогатить себя, люди создают товары и услуги для других. У иудаизма же совершенно другой подход, отличающийся от всех этих взглядов. Тора настаивает, что мое появление на свет – это не случайность и не шутка природы. Мы верим, что Бог руководит всем, и если я появился тут, значит, Он меня сюда поселил. И Бог ничего не делает просто так. Если Он меня создал, то это должно было быть для какой-то конкретной цели. Но в чем же заключается эта моя миссия? Тот же Бог, оркестрируя все, создал все, с чем я соприкасаюсь в течение всей моей жизни. Все предметами, которыми я буду владеть, земля, по которой я буду ходить и так далее. Это в Торе называется «Удел в моем мире». Бог мне дает задачу использовать мой удел в мире для духовных целей, выполняя заповеди, помогая другим. Если я использую свой мобильный телефон, чтобы слушать подкасты Раби Белинского, то я использую и сам гаджет, и сотовую связь, и деньги, которыми я плачу за свой план для духовности. То есть, я выполняю то, что Бог надеялся я буду делать, выделяя мне эти ресурсы. Понятно, что у богатого человека намного больше имущества. Его удел в мире больше. Значит, Бог по какой-то причине оказывал ему большее доверие. Теперь, оправдывает ли он это доверие или нет, это уже другой вопрос. Изобилие – это громадное испытание, и не все его выдерживают. Но бог, по крайней мере, знал, что он может выполнить эту задачу. Согласно Торе, мы должны пытаться использовать все вокруг себя для духовных целей. Потом мы должны пытаться заработать как можно больше денег для этих духовных целей. И если у нас это получается, значит, Бог нам доверяет. Ихил, Михаил Карфункел был одним из ярких примеров именно этого. В 2014 году, например, он раздал почти 400 тысяч миллионов долларов на пожертвования. И благотворительность – это далеко не единственное, что Бог хочет, чтобы мы делали с нашими финансами. Бог хочет, чтобы мы тратили деньги на выполнение заповедей самым красивым образом. На еврейское самообразование. На воспитание детей. На то, чтобы быть здоровым. Сказано, что великий Райбе Игуда Анасии, автор Мишны, особо уважал богатых. И он говорил, что это потому, что их имущество является признаком того, что Бог им доверяет. Давайте жить так, чтобы вызывать доверие Бога. Это может потом позитивно отразиться на нашем банковском счете также. Субтитры создавал DimaTorzok